вы решили покорить дизайнерский олимп я модельер сколько ты хочешь на этом зарабатывать идея пришла очень как-то так спонтанно в чем проблема большинство женщин не юбочки блузочку не могут подобрать понимаешь так или иначе у нас сегодня век личного бренда платье обошлось 1000 гривен если вы хотите быть посвящены бизнесу разгрузите свой бы вдохновляясь только в магазине ткани все ребят попользовались а теперь давайте нам бабушка за все я пошла даже на основную работу сейчас маркетинг сегодня рулит это не просто вот допустим юка вольфик и четыре платья такую команду для начала мы запустим сегодня век продвижение без денег закончился то что право на ошибку у меня нет например вы шутки нереально всем привет у нас сегодня новая героиня я ее уже буквально заждалась а сейчас подойдут мои коллеги мы будем с вами знакомиться ходят мои коллеги мы теперь с понравилось когда ты появилась на кастингах то значит люди требуют чтобы ты была до вас там что они пишут прекрасно и что хватит елены путешествовать нужно нужно я бы поработали так ну у нас сегодня с вами новая часть очень классная очень позитивная юлиана начинающий дизайнер одежды донер одежды настоящий но она закончила курсы дизайнеров она только пошила несколько пробных платьев я сегодня посмотрел а кого из дизайнеров вы знаете ли она ну давайте не мировых патерье а украина и за все чьи имена ты знаешь кати сельченко как по направлению мне очень нравится ее работы кого мы еще можем рассмотреть прям я смотрю попалились фамилии я на самом деле знаю первую эгиду дизайнеров а первые гиды я не виду когда эта популяризация в 2000 году пошла украинской моды я как раз была в шоу-бизнесе шоу-бизнесе очень модно работать с украинскими дизайнерами вот и я застала первый показ андретана когда андретан был мальчиком таким мальчиком и я помню как он приходил к нам на кухню нам снимали всем одну квартиру нас мы были коллективом мы должны были с девочками там сжиться вот и к нам приходил андрей андретан на кухню и мы первую его коллекцию значит костюмов какие-то плитки помню куртки черные красные трансформеры мы одевали то есть вот тогда андретан зародился потом к нам приходил саша гопчук который был очень модным дизайнером тогда и он стал мужем одной из наших участниц и кстати сейчас я крестная мама ребенка в общем да потом я помню диану дорожкину но она как бы есть со своими корсетами да то есть это то что чьи имена как бы звенели и гремели кто лили литковская тоже мы шили кстати начинались не костюмы лили литковская и по сей день как бы является вызовной коллекцию очень классной да и как бы известной но наверное еще пару имен так если напрячься я вспомню вот еще одно имя юлиана коваль которая теперь раза запомните всегда а честно говоря у меня ну здесь какая какое-то мнение вообще-то можно ли на этом зарабатывать сушим менее есть потому что есть близкие друзья которые работают в этом направлении и самое интересное как бы я очень много моментов знаю из этого бизнеса вот будет интересно юлиану спросить с какими трудностями она самая как бы переживает больше всего столкнуться и потом я расскажу что самое главное в этом бизнесе вот если оказалась экспертом в данной теме не экспертом в новых другом и и роду их сердце круто так ну давайте юлиану тогда звать здравствуйте здравствуйте очень рада познакомиться с вами это банальная фраза но тем не менее я ее скажу живую и нам приятно так юлиана сергей рассказал нам что вы решили покорить дизайнерский олимп ну в какой-то степени да в своем роде есть такие планы ну не олимп а просто занять свою нишу тебе 36 лет всем все рассказала а ты замужем да у тебя есть ребенок да девочка как я все угадала вообще молодец так хорошо и что ты делала до того момента когда принял решение стать дизайнером было как бы в декретном отпуске это вот очень долго было продолжалось и я поняла что чем-то нужно заниматься чем я не знала и идея пришла очень как-то так спонтанно просто вот я не увидела того чего бы я хотела была задумка и у меня был человек который мог это реализовать так а чего ты не увидела интересно но я искала вот у меня был повод и я искала красивое для себя платье в определенной целовой ценовой политике чтобы она не стоила там от 10 тысяч я искала до обходи в объезде в просмотре все на свете именно такого как я бы хотела не нашла я его нашла за 1000 евро но это как бы было не вписывалась моим бюджет потом я подумала а почему в принципе такое вот не сделать а пойду-ка я посмотрю в киеве ткани я зашла в такой прекрасный магазин в один где была только итальянская ткань и вот с него я выходила долго я часа четыре в этом магазине цели тебя не впечатлили на только итальянскую ткань и она была итальянка по украинским ценам она не была по украинским ценам но она вполне по доступным ценам продается как бы писала до сколько обошлось платье платье обошлось тысячу гривен но меньше сорока долларов да как бы это в пошиве но тем не менее она была с натуральной ткани мне не было в нем жарко как я покупала до этого платья которые стоили там две-три тысячи гривен и высидеть мероприятие них уже не могла потому что это была синтетика там еще что-нибудь хотя известные бренды такие а я стесняюсь спросить и не вспомнить нашу подругу леру которая открыла сервис по аренде платьев с огромным количеством платьев и для повода но я не могу сказать что я сама очень часто пользуюсь сервисом но в принципе если представить себе что у меня какой-то супер повод куда мне нужно что-то такое эдакое то однозначно я как бы позвоню подружкам и затем пойду туда до конкуренции но в том-то и дело что это был такой повод где я была приглашенная гостья и туда какой-то супер-пупер вот такое в аренду взять в платье прям какое-то красивое такое как бы ну я не могла хорошо а пойти в зару и найти что-то там например здесь рекламную если честно я думаю зара подозначила ваш сегмент по конкуренции но это вообще-то у меня всегда был как бы сегмент повыше это был твинсет луи джо вот такие бренды да ну как бы я просто могу предложить например ткани лучше и цены немножко ниже вот хорошо а тогда такой нескромный вопрос как бы ткани классно но с продуктом понятно а можешь ли ты предложить маркетинг такой который может собственно потому что это самое сложное сделать так чтобы твой продукт стал достаточно востребованным они умерли я над этим думаю но пока у меня кроме как банального там раскрутки в инстаграм фейсбук какие-то мероприятия да там устраивать показы и так далее в детские праздники у меня даже на ум ничего не приходит если честно хотя я в рекламе не новичок то есть я не понимаю на данный момент а какой бы аудитории вот где моя целевая аудитория да кто это это явно не масс-маркет это однозначно потому что мне одежду отшивает дизайнерский цех который делает немножко качество совсем другое вот даже на банальный гольф там идут силиконовые прокладки на плечи и так далее то есть там очень такое качество не масс-маркета а ты принесла что-нибудь нам показать я в нем пришла но я хотела принести у меня только одна модель отшитая на данный сейчас пришла что 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 на тебе то что пошла это я так как бы твоя юбка и твой горь это такой но я в основном ориентируюсь на события на поводы то есть вот мама с дочкой как у нас сейчас проблема пойти в оперетту и хотелось бы одеться и нарядно и не вычурно быть одеть какой-то это уже есть давно на рынке она уже как бы работает и как бы это уже есть фишка она уже да я пошлется то есть оно существует что ты думала о своем таком моменте то есть ты понимаешь что самое главное в этом бизнесе это свой бренд который ты несешь смотрю ваша программу изюминку в дальнейшее то есть чем таким выйти сразу с чем ты можешь выделиться в чем твою самая сильная сторона наверно все-таки в моделях наверно все-таки в моделях платьях но модели ты сама их и сама конечно я их и выкройки делаю делаю лекала только вот мне цех дизайнерский отшивают принципе это будет какая-то коллекция от и или это будет просто единичные материалы у меня на данный момент что у меня идет одна вот моделька например в две недели месяц и она мне в несколько представлены например цвета то есть это получается в любом случае ни одно платье что восемь например разных комбинаций и вот так пока я пока я вот все-таки на разнообразие цветов как бы больше акцент делаю это не просто вот допустим юбка вольфик и четыре платья себя такие цели не ставлю как ставят себя дизайнеры например сделать капсульную коллекцию это базовые вещи они их делают у меня я вот думаю ой какие ткани я во-первых вдохновляюсь только магазине ткани почему-то я вот как многие модельеры в принципе вижу ткани вижу модель друзья сегодня о вашей главной проблеме хочу немного поговорить самая главная проблема в любом бизнесе какая эта проблема продаж потому что большинство из вас просто напросто не умеет продавать плохие продажи из-за этого нет денег на рекламу то есть не развиваетесь не можете сделать нормальный продукт не можете масштабироваться и так далее почему у вас так происходит потому что вы все но большинство стараетесь идти по наиболее такому простому способу вам кажется что ну вот вы откройте какую-то точку какую-то магазинчик у вас прям бизнеса цветет и все будет хорошо но представьте себе вы открыли магазинчик и даже если вам повезло с местом и у вас там нормальный бизнес то скоро конечно вы понимаете что вам хочется масштабироваться для того чтобы смасштабировать маленькую точку, вам нужно опять много денег для того, чтобы купить оборудование и так далее. Но опять же проблема в чем? Проблема в том, что вы вряд ли найдете такое же место, и нет никакой гарантии, что то, что работает в этом месте, будет работать в другом месте. Поэтому сегодня, если вы не продаете через интернет, в онлайне, то вы просто теряете, знаете, вы ловите рыбу в маленькой луже и теряете океан. Поэтому я вам предлагаю, вот немножко сейчас пару слов скажу об этом океане. Масштабируется, все это очень просто, вам не нужно нанимать других людей, вы все это можете сделать сами, то есть вы сами, своими руками можете взять, настроить рекламу, и то же самое, что вы продаете в своем магазине или какие-то услуги вы оказываете в своей какой-то точке приема этих услуг, то вы можете просто-напросто взять, настроить в интернете сами и смасштабировать это на бесконечное количество людей, потому что самое главное в любом бизнесе сегодня – это трафик, то есть то количество людей, которое к вам может прийти. Вы же не открываете, например, свой магазин в чистом поле где-то, да, вы его стараетесь открыть там, где, ну, больше людей, где поток и так далее. Но вы можете этот поток в 10, в 100, в 1000 раз сделать больше, если приведете людей из интернета. Вы думаете, что если у вас там, вы ведете в Инстаграме там аккаунт, что у вас есть Фейсбук аккаунт, и там сайт, например, то вы вроде бы как продаете в интернете. Да нет, этого всего никто не видит, потому что, чтобы это увидели, туда нужно привести целевых клиентов. Поэтому мы и создали тренинг «Технология неизбежных продаж», который уже идет, ребят, и на котором очень крутые техники я даю для того, чтобы вы могли получать бесконечное количество клиентов в свой бизнес по самой низкой стоимости и научились там продавать. Я не буду больше много занимать вашего времени сейчас, просто перейдите по ссылке под этим видео и посмотрите описание, там, где описание этого тренинга. Я тоже видео снял, там более подробно вы о нем узнаете в том видео. А сейчас переходим по ссылке и смотрим, потому что, если у вас есть бизнес, и вы не продаете в интернете, то считайте, что у вас просто нет бизнеса. Килина, а с подготовкой что у тебя по образованию, по этому? Я модельер, да, модельер-конструктор. У меня есть дизайнерский цех, который готов мне помочь. И, в принципе, я вот долго думала, хотела, изначально у меня были возможности делать свой цех. Нет, я с этой идеей распрощалась. Опять-таки же, благодаря вашим программам я все взвесила, подумала. И, скорее, мне не нужен цех, мне не нужен маск-пошип. Я хочу посадить, например, нанять там три хороших швейки, которые будут супер и конструкторами, и какими-то там полумодельерами, дизайнерами. И чтобы они мне делали качество. Качество делали вот на уровне, на хорошем. И в этом плане вот продвигаться. Сразу же вопрос, ну, тогда, если так это будет, и это не будет массово, то это уже не будут цены, которые ты пошла искать. Это уже будут совершенно другие цены. У нас есть с Леной одна знакомая, которая открывала бутик детской одежды. Я с ней когда познакомилась, у нее, у родного брата в городе Минск, они сами из Белоруссии, вот, у нее был, у него был магазин детской одежды. И когда я ей говорила, а зачем ты хочешь здесь открываться, тут же есть Даниэль у нас, там, Лаппенхаус, ну, дорогие имена бренда. Она мне говорит, ну, ты посмотри на эти ненормальные цены. Ну, это же капец, когда ты заходишь, и 500 долларов стоят ботинки. Я бываю в Италии, я ездила специально, у меня у брата магазин, я знаю, сколько это стоит в закупке, это ненормально. Сначала у нее были цены, ну, такие, как бы, нормальные, а затем они начали подниматься. И подниматься они начали по одной простой причине, потому что рынок их диктует. И я тоже с этим сталкивалась неоднократно, когда ты считаешь, ну, то есть, с цветами мы тоже так думали, да, что мы будем делать более доступные, типа, классные, доступные, это будет. Ну, да, вот такая мысль. Но мы сталкиваемся все с тем, что есть рынок, и есть условия, при которых мы просто не выживаем. То есть, такие цены ставятся не из-за того, что нам хочется сильно нажиться, из-за того, что нам нужны деньги на маркетинг, на упаковку своего продукта. Вообще, на продукт, это ведь не только то, что мы продаем, где это продается, люди, которые это продаются. То есть, есть как бы цена, которая формируется. И за счет этого, то, о чем ты говоришь, я хочу классных швейчек, хочу классное качество, хочу классные ткани, а цена как бы масс-маркета уже не получится. Да, именно этот цех и работает не по цене, они за доллары работают, и от 200 долларов у них единица стоит, в принципе. И именно потому, что они дают такое качество. Замечательно, я тогда не вижу логики в том, что ты сказала. Ты начала с того, что я хочу делать доступный бюджет. Если это столько стоит, я могу пойти в твинсет. Причем то, что могут себе позволить твинсеты, прады и все остальные, и то, что не можешь себе позволить ты, это сумасшедшие сейлы. Мы всегда можем поехать и купить платьичко Prada за 100 евро, которое нам удалось выхватить, да? Ну, как бы... Да, но, кстати, она согласна. Здесь просто должна быть какая-то совсем другая параллель. То есть шить для различных размеров нестандартные фигуры. То есть в ателье обращается большинство людей... Да, мы будем это делать однозначно. ...за авторской работы. Хорошо, а как это распрутить? Кто не может найти в магазине? Подгонкой, конечно, это первую очередь. Если у нас в магазине, то есть ты не X, не XL, более-менее, то очень сложно найти... Опять же, это индивидуальная работа, это длительный цикл, человек приходит в мире. Вот я об этом думаю. Дешево это не может быть сразу. Ну, вообще, как вот я понимаю, да, такие вещи и заранее не продумаешь. Ну, заранее ничего не можешь знать, да? Ты должен что-то делать, показывать это людям, и люди уже как бы голосуют своими деньгами, либо они это покупают, либо нет. Нет, здесь идет поиск какой-то, да? То есть ты смотришь, ищешь модель меняешь, ткани меняешь, цену меняешь, там, еще что-то меняешь. Но смотри, для того, чтобы во все это играться, нужен бюджет, естественно, да? Потому что, ну, во-первых, а, тебе нужно на что-то жить, б, тебе нужно на что-то... Жить. ...на что-то эти коллекции создавать, закупать ткани, да, платить швеем, там, цеху и так далее. Потому что для того, чтобы, опять же, покупали, нужен все равно ассортимент. Если у тебя три класса, тебе никто не придет их смотреть. Людям интересно, чтобы было. То есть тебе надо нашить, а нашить надо реально много, потому что когда вот был магазин у нас... Не, ну, много я бы тут так сильно не в этом позиции. Ну, хотя бы там штук 50 чего-то должно висеть. Да нет, ты согласна с этим? Нет, ну тут нужно поменьше начинать, тогда просто мерить, как-то пробовать. Нужно в это играться, нужно пробовать, а ты сразу не угадаешь, точно не угадаешь, как это пойдет. Я вот сейчас подумал, что ситуация похожа, знаешь, как, но если сравнить с шоу-бизнесом, например, вот, то получается как? Так, есть, ну, шоу-бизнес, очень много известных людей в шоу-бизнесе. И ты говоришь, о, мне это нравится, я вот смотрю, вот так вот никто не поет. Дай-ка я так буду петь. Ты пошла на курсы, закончила курсы вокала, и теперь говоришь, я вот начинающий, мне надо, ну, для того, чтобы тебе как бы это делать, хотя бы, да, тебе нужен для начала ассортимент, репертуар, да, костюм и сценический там, и как-то раскрутиться, чтобы тебя как-то народ увидел. У меня вопрос такой, Елена, а ты деньги на этом хочешь зарабатывать или нет? Да, хотела бы, конечно. А в первую очередь? В первую очередь, сколько ты хочешь на этом зарабатывать? Цифры на уровне 10 тысяч долларов в месяц, как бы, вот, я так понимаю, тебя устроило бы, да? Ну, устроило бы, да. То есть ты себя видишь, в принципе, как бы больше не по бизнесу, а больше как создатель. Как создатель, да. Как создатель, да. Который там в кадре, который поет, и есть продюсер, который весь бизнес, в принципе, делает, которого не видно за кадром. То есть, ну, мне так кажется, что, наверное, тебе нужен вот какой-то такой, ну, каждому такому творческому человеку. Потому что очень сложно совмещать и творчество. Управление какой-то, да? Да, и управление, вот именно бизнес сам. А мне кажется, тебе нужен инвестор. Ну, инвестор-партнер, да. Так уж она история очень насчет инвестор. Я могу рассказать, уже это было 100 лет назад, я вспомнила о Лиле Литковскую. Когда Лилечка только начинала... Боже, мне страшно уже говорить об этом, как бабка какая-то старая 100 лет назад. Ну, короче. У нее был партнер, девочка. Я не знаю всех нюансов, просто я вот вспомнила такой момент. У нее была девочка-партнер, Лиля занималась творчеством, а девочка занималась как бы админкой. И насколько я помню, если я приврала, простите, у нее были деньги, какие-то инвестиции. То есть, они совместно это вели. И я помню очень хорошо момент, когда Лиля просто этим делилась, она приняла решение с ней расстаться, потому что я так поняла, что на финансовой почве то ли обманы начались, то ли начались какие-то вот эти вещи. Но так или иначе, всех дизайнеров, кого я знала, тот же Саша Гопчук, он сотрудничал с другим человеком, не буду говорить, то есть у него были тоже, потому что они проводили показы, это страшно дорогие вещи, если развиваться в этой стези. Вот. Опять-таки, отшивы, пошивы, маркетинговые компании и так далее. То есть, я не совсем понимаю, понимаешь, раскрутить в Инстаграм маленькое ателье, вот мне сейчас не совсем ясна, стратегия наша, да? То есть, просто отшивать в Инстаграм и искать там по-тихому клиентов, это может сто лет ждать. Да нет, Инстаграм это просто первоочередно, я считаю, потому что все, как бы... Ну, вариант развития какой? Второй вариант развития первое, это когда мы идем, например, на украинские сезоны моды, ну, туда заявляемся как дизайнер, дизайнер там новичок, на один показ, на второй, на третий, и ищем себя в этой стези, да? То есть, занимаемся... Ну, для этого нужна коллекция, капсульная или какая-то, с чем выйти. Да, то есть, там есть определенные правила отбора, этим вопросом мы можем заняться, со всем этим познакомиться, потому что у меня есть люди, которые проходили уже этот путь, мало того, можно поговорить с той же Ириной Данилевской, которая занимается украинскими сезонными модами для молодого дизайнера. То есть, это как бы одна история. Если не эта история, то история какая, вот мне интересно? Другая история, это может быть или партнер, или человек просто... Не, ну, партнер, ну, развитие развивается, вот по такому пути развиваются сами дизайнеры. Ателье индивидуального пошива. Да. А по такому создается бренд, немножко по-другому. Я знаю много очень брендов, да, они не стоят столько, сколько стоит дизайнерская одежда, которая выступает на показах мод, но они выставляют, например, модель какую-то, да, вот допустим, модель юбки, самая банальная, самая, я имею в виду, хорошенькая там, допустим, какая-то базовая, и у них за три часа разлетаются эти юбки. Куда они выставляют? В инстаграме, вот буквально. У тебя сколько подписчиков выставляют? А у них сколько? У них, ну, много, прилично, но они не один год к этому шли. Вот. Вот. Не один год. Вот. Мы тебе об этом тоже говорим. Да, я пошла даже на основную работу сейчас, но тем не менее, как бы, чтобы на перспективу знать, по какому правильному пути мне развиваться. Но этот путь не должен быть неправильный. Почему я к вам пришла? Я хочу именно понимать четко, что вот так, если я буду делать, то когда-то будут результаты, однозначно. Понимаешь, когда-то нельзя так работать. Ну, не когда-то там. Нет, когда-то же дуются, ну, как бы, планы. В скором будущем. Опять, это инвестиция, то есть, прежде всего, это инвестиция в себя. Сегодня с нами снова Ваня Каунов, вы видели его уже в прошлом выпуске. Сегодня мы решили, ну, более практически показать, ну, как рассказать, еще о проблеме, которая решает его сервис. Например, вот есть очень много бизнесов, у которых оплата происходит не сразу целиком за продукты или за услугу, а частями. Ну, например, если вы знаете, у нас в выпусках, в нашем передаче снимался уже Антон, который занимается мебелью. И у него есть, например, цикл, длинный цикл сделки. То есть, сначала, например, клиент делает какую-то предоплату, затем, когда ему начинают изготавливать мебель, ему могут еще доплачивать. Затем, в конце, когда уже мебель установили, и он все, клиент все принял, он делает окончательный расчет и так далее. То есть, таким образом, и когда параллельно у вас идет много клиентов и много оплат, то это все очень тяжело учесть. Какие-то теряются вещи, какие-то вы забываете. Есть, очень много раз бывало такое, что люди просто забывают принять какую-то часть оплаты, и вы таким образом потеряете деньги. Вот сервис FinMap, да, ты говорил, что он позволяет настолько классно учитывать, что никогда ни одна там промежуточная оплата или там последующая не потеряются. Как это делается? Это очень легко реализовано в нашем сервисе. Называется этот метод начисления. Вы просто, когда завершаете сделку, начисляете доход в той сумме, в которой закрыта сама сделка. Полноценная сумма сделки. Сумма, вот сколько стоила вся мебель у Антона вашего. Плюс к этому начисляете первый перевод денег аванса, который, как правило, поступает еще до начала сделки. Потом в процессе вам проходит еще парочка платежей, вы тоже переводите их обратно. И FinMap подсказывает вам, что этот клиент должен вам еще определенную сумму денег. Вот и все. Все, что вы получаете, это целое... То есть в любой момент я вижу, сколько мне всего должны мои клиенты. Каждый клиент и все вместе. И сколько всего. Ага. И сколько, то есть если деньги, которые я как бы, сколько я еще получу. Это уже ваши заработанные деньги. Просто их пока что нет на вашем счете. Классно. Да, этого нам часто не хватает. Это одна из самых полезных функций. Это как бы. Поэтому смотрите, кто еще не пользуется сервисом FinMap, под этим видео есть ссылка. Переходите по ссылке. И две недели бесплатного пользования для того, чтобы попробовать все функции и понять, насколько он вам подходит. А если вы соберетесь через две недели приобретать, то рядом есть промокод зажигалка, по которому вы получите десятипроцентную скидку, которую Иван сделал специально для зрителей нашего канала. Так что переходите, регистрируйтесь, быстрее пробуйте. Куда мы идем? Вот мне сейчас непонятна цель, да? То есть мы дизайнером, ты не хочешь становиться. Бренд одежды. У меня цель бренд одежды создать. Ты понимаешь, так или иначе у нас сегодня век личного бренда. Как ни крути. И любую девочку и мальчика, о которых вы упоминали, это все-таки люди, которые... Уже есть бренд. У них есть бренд, и они над своим личным брендом работают и благодаря этому в том числе очень сильно продают. Представим себе, что есть бренд Кати Сильченко и нету самой Кати Сильченко, которая не носит сама свою одежду, которая не является такой, какой она есть, девушкой, да? Потому что люди, ведь, когда смотрят на бренд, они ассоциируют, что надев на себя эту одежду, они тоже будут в чем-то, да? То есть этим и притягиваются. Тогда надо создавать личный бренд, но это будет не дизайнер Юлиана, да, допустим, а все-таки модельер. Может быть, я добавлю блок... Ну, давайте посмотрим, что у вас с личным брендом. Еще пока ничего, я только... Ну, легенду мы не сможем придумать. С личным брендом то, что я вот как модельер могу показывать и рассказывать, например, вот это платье там такое-то, да? Вот уже... Так, давайте посмотрим, что людям интересно. Да. Секс? Юрина, что интересно, с кем, как, что, почему? Сплетни, для скандалов. Ваша какая-то необыкновенная профессия? Я скажу тебе больше. Если мы посмотрим на вообще личный бренд, да, люди забывают об очень важной штуке, что тогда, когда ты хочешь, чтобы тебя с чем-то ассоциировали, да, ты должен это излучать. И начнем с первого момента, что если ты хочешь быть как у тебя бренд одежды, то каждый раз, когда ты входишь как минимум в кадр, у людей должно быть желание написать нам, а в чем была эта девушка одета, а как классно она выглядит, а как здоровски. Я думаю, что как раз в личном бренде нужно начинать с собственной личности и не просто шить одежду, а показывать, знаешь, как обычно, показывать лучшее, появляться так, чтобы люди говорили, слушайте, у нее классно, она очень классно выглядит, и это очень важный момент. Я думаю, что это первое, с чего необходимо начать. Заметьте, мы говорили о Кате сегодня эфир у нас в Кате посвящен. Замезидите вы в Инстаграм, дизайнер, модельер одежды, он никогда не выложит себя одетым как-то не стильно и не классно, хотя по факту может он себе позволить тоже, знаете ли, не всегда все выбрать. Согласны? Не всегда бывает и нет, конечно. То есть, если мы следим за стилистами, людьми, которые помогают выбирать гардероб, то мы в их Инстаграме видим постоянно, что? Как классно они формируют какие-то луки, причем они не обязательно это покупают, они просто ходят в магазины и демонстрируют, как они могут со шматья за 3 рубля и со шматья за несколько собрать, одеть, и так далее, и так далее. И личный бренд как раз ты первая сейчас должна стать моделью той одежды, которую ты собираешься нести. Понимаешь? И это будет первый момент, когда у тебя твои знакомые прежде всего и затем окружающие будут спрашивать и говорить, Юлиана, а что это у тебя, а что ты одета? Я просто понимаю, что это сейчас как бы то, что первое нам напишут в комментариях. Может быть, я, конечно, не права, но я знаю, что по этому поводу первым делом, что мне захотелось сделать, когда я увидела Людмилу, это постричь ее и покрасить. Мне, кстати, до сих пор хочется Людмилу постричь. Мы говорим про личный бренд, это все правильно, поэтому нужно понять вообще, к чему надо стремиться. То есть, если это будет как бы первое самое... Потому что многие бренды, вообще, я даже понятия не имею, кто там как бы за этим брендом стоит. Есть ли у тебя такое количество денег, чтобы было непонятно, кто за этим стоял? То есть, понимаете, вы всегда должны понимать, что личный бренд, в принципе, берут из двух побуждений. Первое, это потому что гораздо проще продвигаться с помощью... Ну, не то, что гораздо проще, но все-таки здесь ты становишься, а так за тебя становится баблишка, которая нужно постоянно делать интересные мероприятия, ивенты и так далее, и так далее. То есть, маркетинг сегодня рулит, сегодня век продвижения без денег закончился, в принципе. Век такой, что все те, кто раньше давал возможность все сервисы, которые развивались, и говорили, ребята, пользуйтесь нами, пользуйтесь нами. Мы типа, а там, кто-то думал, кто-то пользовался. Они теперь начали монетизироваться. Они теперь включились, они говорят, все, ребят, попользовались, а теперь давайте нам баблишка за все, да? Хотите, чтобы постик ваш видели? Баблишка. Инстан говорит, хочешь, чтобы тебя видели? Баблишка. Все хотят баблишка, это нормально. То есть, пришел тот момент, когда они начали работать уже на тему работали. Я готова, конечно, подкидывать, это понятное дело. Нет, я просто тебе говорю на твой ответ по поводу того, что многие бренды мы не знаем, кто там и что там. Ну, как бы, у меня есть время, я не спешу вот так вот прямо завтра выйти. Я говорю, я иду на основную работу, чтобы это все все равно оставалось моей целью и продвигать. Вот самое главное, что я хочу, да, то есть, подвести некое резюме. Ты хочешь создать бренд одежды. Пока, то, что я понимаю. У нас нету мощности. Есть название Big and Small Princess. Big and Small Princess. Это уже с направлением для мам и дочек. То есть, это все-таки направление для мам и дочек. То есть, ты хочешь сделать family look. Не только, ведь можно просто одежду делать и для мам и для дочек, и детскую. Смотри, можно делать просто все, что угодно. Но вот наш совет, который мы всегда даем, это изначально все-таки каким-то образом обозначится. И если ты назовешься family look, то ты должна понимать, что как бы это уже то, за что тебе нужно будет отвечать. Да, просто у нас сразу такие стереотипы, да, вот только платье для каких-то дней рождений, там, фотосъемок. Мы в основном такие стереотипы, как на family look. А я хочу немножко просто нарядную одежду, вот, например, в стиле family look. Вот, ты знаешь, как, наверное, как мама, у меня есть масса нюансов. Я честно вам скажу, я family look, наверное, с девочками носила пару раз, и только-только потому, что нам дарили их. Вот, честно. Частенько влом этим заниматься, ну, нет на это все времени, эти все пошивы, напряги, вот честно, мое мнение такое. И каждый раз, когда я иду в магазины, что-то покупать, знаете, так много всего в магазинах. И Сережа идет мне и говорит, я вообще не понимаю, зачем открываются дизайнеры. Говорит, такое количество шмотья различного, говорит, ну, посмотри, можно выбрать все, что угодно. вот, вот, вот все, что ты хочешь. Ты знаешь, ну, это еще раз, я говорю, ну, дизайнер хочет выразиться. Как мама, опять-таки, для меня, например, это напряжно. Ну, вот, честно, там, шить, подбирать. То есть, это что-то должно супер-пупер сложиться для того, чтобы это произошло. Но, хорошо, у тебя есть такое видение, ты думаешь о том, что это может быть, ты хочешь это запустить. Окей, давайте, у каждого творческого человека есть какое-то свое видение, я не собираюсь тебя в этом сейчас ломать, тем более, оно имеет право на жизнь. Я сейчас хочу понять, вот, в рамках, например, наших следующих двух-трех месяцев, да, ну, это тот период времени, в котором мы будем сейчас находиться вместе. Я хочу понять ту задачу, которую ты ставишь перед собой и перед нами, потому что она мне сейчас не очень ясна. Такие шаги ты бы хотела в рамках нашего общения сделать, чтобы что было. Самопрезентацию, как минимум, вот, самопрезентацию, чтобы вы, как эксперты, например, просто вот, допустим, принесу свои платья, скажем так, которые у меня есть, и вы просто вот, не знаю, в том я направлении двигаюсь или нет, или мне что-то поменять, что-то сделать проще, или не заворачивать. Наше мнение не имеет никакого значения. Ну, вот, мне просто интересно. мнение этих людей, которые тебе платят, да, они либо платят, нам может понравиться, а покупать не будут. Ну, то есть, ну, понятно. Но я имею в виду, ну, тогда же разные пути в бизнесе, однозначно. Про пути, да. Либо удешевить, там, и пустить это на масс-маркет, либо, наоборот, сделать что-нибудь такое более эксклюзивное. Ну, смотри, я думаю, что в данном случае будет интересно, естественно, посмотреть и услышать не только наше мнение, но и мнение людей, которые нас смотрят. Да. И в идеале, если мы дадим им возможность не только посмотреть, а в идеале, если мы им дадим возможность что-то купить у тебя, заказать, вот посмотреть вообще. Фидбэк, обратное фидбэк. Фидбэк, да. То есть, на отзывах можно получить массу информации. Да, это самое ценное, что у нас есть, потому что... С чем ты потом начнешь работать. То есть, сделать такое какое-то... Очень бы хотелось. Как это называется в ресторанах? При открытии. До того, как открывается. Тестирование. Тестирование, да. Да, это очень важно было бы. Дегустационный режим. Нет, ну... То, что права на ошибку у меня нет, например. Я тебе сразу же скажу, у тебя права нет, но ты будешь ошибаться, и ты должна с этим смириться. То есть, у тебя не будет, без ошибок ничего не бывает. Вот мы с Сергеем давно, например, приняли для себя такую позицию, что мы точно не самые умные и неумные в принципе. Лучшее, что мы можем делать, это мы можем выдвигать определенные гипотезы, исходя уже из своего опыта, то есть, ну, не делая каких-то банальнейших ошибок, да, дебильнейших. Но дальше, даже вот, например, когда запускается, вот сейчас мы там хотим запустить лендинги, да, два лендинга, и вот у нас есть видение, что может быть так, а может быть так. И для того, чтобы понять, как это будет, мы запустим два лендинга, нальем туда трафика и посмотрим на то, где будут большие конверсии, потому что уже миллион раз доказано то, что мы можем себе представлять все, что угодно, но решают всегда наши клиенты, которые или платят за это, или не платят за это. Вот и все. То есть, ну, правда, то же самое с ценами, мы можем думать, что это дорого, что это дешево, но клиент, правильно Сережа говорит, голосует своим кошельком. Но я все-таки хочу понять сейчас все равно следующие шаги, которые у нас вот будут созданы. Окей, ты покажешь свои платья, люди там скажут нравится, не нравится, но у нас должно появиться позиционирование, у нас должно появиться, да, ну, то есть мы должны понять, как это сейчас будет, каким образом, например, ответить на простые вопросы, каким образом люди сейчас могут купить твою одежду, заказать ее, померить ее, потрогать ее, это важно, правда? Каким образом люди ее смогут увидеть, где они смогут ее увидеть, где они смогут получить о ней информацию, кто, для кого это будет доступно, Для людей, которые живут только в нашей стране, или для людей, которые живут в других странах. И вот эти, казалось бы, простые вопросы, вот на них всех тебе нужно найти ответы. Для того, чтобы мы могли как минимум подключить тех людей, которые нас смотрят, не только с позиции поставьте комментарий, напишите, что вы думаете пальцем в небо, а с позиции того, чтобы они могли попробовать как-то быть твоим клиентом. И сказать тебе, Юлиан, так мы вообще не можем быть твоими клиентами. Мы там тебе пишем, тебе никто не отвечает, на твоих картинках ничего не понятно, нам неясны размерные сетки, я не понимаю, как это сядет, я не знаю, не вижу качества. И ты сразу же получишь огромнейший набор информации, с которой ты будешь работать. То есть это будет такая твоя домашняя работа от них. Те люди, которые в результате купят или не купят, тебе подскажут. У тебя, я так понял, есть пока бизнес-страница на Facebook, которую ты там позавчера залила туда несколько фотографий. Да, да. Вот с первой фотосессии самой. Да, в Инстаграме. Ну, ссылки у меня не было на Инстаграм, у меня была только ссылка на Facebook, я посмотрел ее. И я посмотрел также твою личную страницу, там вообще никак не отображено, на твоей личной странице кто ты. Там вообще просто Юлиана и все. Да, не было работы над брендом, так сказать, ни на чем. Так а чем ты занимаешься тогда, понимаешь? Вот, ну, получается, ты как бы говоришь, я хочу построить какой-то бренд, но ты никак это не выражаешь нигде. И как-то человек, глядя там на эти фотографии, должен понять, в чем твоя какая-то уникальность есть. То есть вот самое трудное всегда понять, вот когда ты создаешь продукт, самое трудное это, и над этим всю жизнь ты будешь работать, да, в чем уникальность твоего продукта, чем он отличается от других. И почему, какая причина купить именно его, потому что, ну, несмотря на то, что ты говоришь, вот надеть нечего, да, все равно, если ты выйдешь, там миллион этих платьев есть, и, ну, поэтому должна быть какая-то быть очень, очень причина такая, сильная причина купить именно твое. Потому что я вот ходил, когда мы под сумму ходили, зашли по этим дизайнерским отделам, я прошелся, я не увидел вообще ни единой причины купить что-то у этих дизайнеров, вообще ни единой. Ну, вот сейчас мы говорим всего про бренд, правильно? Да, да, мы все равно. Но есть еще вариант идти не через бренд. Интернет-магазин. Хороший, например, если, например, нет истории, но человек 36 лет... Нет, ну мы же покупаем не из-за бренда, бренд это просто как доверие какое-то, да? Нет, я с тобой согласна, подожди, ну, как вариант, то есть, ну, это как бы не персона, которая, например, там, была в шоу-бизнесе, там, была знаменитостью, была замужем за... Ну, то есть, нет какой-то истории, да, 36, ну, а есть хорошая, замечательная жизнь, с каким-то направлением, но не с какой-то звездочкой. И до бренда ты, например, понимаешь, что ты не дотягиваешь. Значит, можно пойти, например, интернет-магазин, шикарный сайт, раскрученность, контестная классная реклама, с какими-то продвижениями, с классным товаром, который будет продавать какие-то другие направления. Ты понимаешь, что для этого нужно сейчас... Ну, для этого нужно инвестиции, что говорил Сергей, да, то есть, 50 моделей таких, 50, это, в наличии. Хороший сайт, по минимуму десяточка и так далее. И ты тогда забрасываешь. Ну, зачем, смотрите, есть более простые пути, например, есть сайты, на которых уже что-то продается. Ну, есть много таких сайтов, которые являются агрегаторами, да, то есть, ты туда можешь зайти, и на сайте, например, продается одежда, они продают одежду разных людей, разных поставщиков, и ты туда заходишь просто как один из поставщиков, выставляешь свои модели, которые у тебя есть. Ну, можно на все свои пойти. Да, ну, то есть, есть таких много. Это другая штука. И это, ну, мне кажется, сегодня вот она, да, нету бренда никакого, поэтому нужно двигаться не от бренда, бренд создается не за один день, нужно сейчас идти от продукта, то есть, должен быть сильный продукт какой-то, да, сильный классный продукт по нормальной цене. Вот это то, что может продвигать всегда в начале. Друзья, мы с Сергеем решили провести день индивидуальных консультаций, на котором мы хотим, собственно, помочь вам лично решить те проблемы в бизнесе, которые у вас есть, ну, при условии, что у вас есть бизнес, ну, или вы как-то в процессе этом находитесь. У нас есть большое количество тренингов, где на понятном языке и последовательно мы рассказываем вам, что нужно делать в том или ином случае. Да, но у нас так с тобой всего много, и такой бардак на сайте, и вообще мы сейчас занимаемся полной реформацией, что постоянно поступает информация, Оля, что делать, а посоветуйте, а подскажите. И мы поняли, что, ну, нам немножко стыдно даже за это, да, но что сейчас, пока вот это всю мы эту кашу не решим, и вы наконец-то не сможете понимать вообще, чем мы можем быть вам полезны. Мы придумали, что нужно сделать. Без шоу, да, мы придумали, что нужно сделать. И поэтому сейчас у вас есть обалденная возможность слушать внимательно, что нужно делать. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на индивидуальную консультацию. Для этого вам нужно заполнить анкету. Сергей всегда все путает и ничего не соображает, и не знает. Сначала переходите по ссылке, затем заполняете анкету. Мы эту анкету получаем, и, ну, нам анкета для чего нужна? Чтобы заранее немножко подготовиться, понимать, какая у вас проблема, и как ее лучше решать, и чтобы понимать, кто вы такой. А затем наша чудесная Леночка, она назначит вам дату и время проведения личной консультации, где уже мы поможем вам и подскажем, что необходимо сделать, что, возможно, необходимо пройти, для того, чтобы вы не просто, там, знаете, пили все лекарства с полки в надежде вылечить насморк, а на самом деле у вас совершенно другая болячка, может, вам и лечиться не надо. Поэтому мы обязательно сделаем такое доброе дело, я думаю, что день-два со всеми вами разберемся, для того, чтобы вы, собственно, могли получить свой идеальный рецепт и могли внедрять это в свой бизнес. Так что заполняйте анкету быстро, потому что это будет продолжаться недолго. Мы выберем один день, и за один день это все пройдет. Кто успел, тот успел. Все, ты напугала. Мы довели до кипения, мы рассказали все варианты развития, и теперь осталось только повеситься. Ну, я бы так сделала на месте. Смотри, первое, тебе нужно сделать то, что я тебе только что сказала. Прописать, вот, вот, понять, кто ты, чем ты занимаешься, как тебя... Давай в моменте не того, какой ты будешь потом, а в моменте того, вот, кто ты сейчас. Вот давай с этого начнем. Как тебя сейчас можно купить? Что ты сейчас будешь производить? Для кого ты сейчас будешь производить? Можно ли тебя будет сейчас купить, если я хочу в Киеве приехать и померить? Мне куда приехать и померить чего-нибудь? Если я хочу что-то индивидуальное, я сегодня могу у тебя заказать или нет? Вот нужно с позиции сегодняшнего дня ответить на эти вопросы. Представь себе, что мы сейчас показали твое платье, и у нас посыпалась куча комментариев. Где мне его купить? А можно ли мне его в Москву, в Белоруссию? Можно мне его? А если я вам свои размеры дам, вы мне можете его пошить? А вот это первое, с чего ты должна начать. Готова ли ты развивать свой личный бренд? Сегодня начинать. Готова ли ты над этим начать работать? Потому что, когда мы будем сейчас работать, например, в том же Фейсбуке и Инстаграм, мы должны понимать, там присутствует Юлиана с историей того, что она делает, или там присутствует только одежда Юлианы. Может быть и так, и сяк. Ты должна это тоже понять для себя, как к тебе ближе. То есть мои рекомендации всегда развиваться через личный бренд. Как по мне, люди покупают у людей. Но если тебе это страшно дискомфортно, то как бы ты думаешь об этом с другой стороны. И дальше есть замечательная новость. Ребята, у нас же, мы же проводили кастинги. У тебя будет команда, которую мы для тебя подберем и с которой ты познакомишься в следующий раз. Я думаю, что в этой команде однозначно будут люди, которые помогут тебе с брендом, с позиционированием. Будут люди, которые помогут тебе сделать хорошие фотосъемки для твоего Инстаграма. Будут люди, которые помогут тебе поработать с твоим Инстаграмом и наладить этот весь ужас. Ты не будешь одна уже в процессе. Одно это, конечно. Очень сложно. И я думаю, что это как раз очень хорошая новость. Потому что это как раз те ребята, с которыми ты сможешь видеться постоянно, работать с ними. И мы уже будем встречаться вместе. Это тебе однозначно поможет. Ты сейчас не пугайся. Мы же сейчас тоже пытаемся выяснить, куда нам с тобой идти, понимаешь? Саму тебя навести на какие-то ответы, которые ты раньше, может быть, не выдавала. То есть пока мы не поймем, вот с чего мы начнем и потом куда мы все-таки идем, не надо сейчас ставить план на всю жизнь. Не планируйте свою жизнь на сто лет. То есть раньше говорила планируйте, сейчас не планируйте. Давай посмотрим, где мы хотим оказаться сегодня. Потом посмотрим, где мы через полгода можем быть. Потому что в процессе того, когда мы начнем делать какие-то действия, все будет меняться. Может быть, ты скажешь спустя время, слушайте, а я хочу как дизайнер заявиться, мне прикольно. А может быть, ты скажешь, нет, у меня теперь будет свое классное ателье. А может быть, еще что-то будет. Поэтому нужно начать с чего-то плыть. Но поскольку все-таки цель зарабатывать деньги стоит, то нужно думать о том, вот сейчас есть продукт, как сейчас мы можем его продавать и в какую степь двигаться. Поэтому до следующей нашей встречи, пожалуйста, я думаю, что она будет достаточно скоро. Правила сейчас такие, что ты изначально делаешь домашнее задание, ты нам его присылаешь, чтобы мы посмотрели, что ты его сделала, что ты не пришла на съемку и сказала, вы знаете, я как бы это... Подумала. Подумала сделать что-то другое. Понятно. Ты делаешь его. После этого съемка подтверждается твоя. И мы встречаемся в следующий раз с той командой, которую мы тебе подберем. И уже исходя из того, что ты там напишешь, исходя из того, что мы обсудим, вы с командой начнете работать над сегодня, над твоим сегодня. Начать упаковывать то, что у тебя есть. Чтобы вот кроме этих бумажек, твоих мыслей и платьев, у нас начался вырисовываться цельный образ. Причем я думаю, что в ее случае еще неплохо будет подключить все-таки со стороны. Я недавно посмотрела одного нашего стилиста, который работает в паре с дизайнером. И я подумала о том, что ей тоже было бы неплохо, если бы мы подключили стилиста, который бы помог ей со стороны подумать над тем, как не просто делать одежду, а как делать классные луки. Все-таки, чтобы это в целом выглядело здорово. Как ты считаешь? Вот эта фишка очень классная, интересная. Продавать луками. Вот в чем проблема у большинства женщин. Они к юбочке блузочку не могут подобрать. Они купили юбочку, потому что она им нравится, или в результате они это так свели, что это так скучно, так нудно и так бэ. А если бы туда ремешочек красивый добавить? А если бы туда сережечку добавить? Если бы туда правильную колготочку и туфельку не черную, а беленькую? то было бы вообще зашибись. И это рулит. И человек в результате оценивает целостный образ. И он говорит, это стильный дизайнер. А это, ну, не знаю, типа юбочка прикольненькая, но как-то я не знаю, с чем это носить. Важно, что мы продаем. Четкий и понятный продукт. Ну, например, когда показываешь какую-то коллекцию, какие-то платья, какие-то там юбочки, ну, людей просто, просто людей, которые во что-то одеты. Мама с дочкой, они во что-то одеты. Все равно непонятно до конца, что мы продаем. Вот платье, вот юбка, вот блузка. Вот конкретный продукт, он имеет размерную сетку, он имеет стоимость, к примеру. Это уже понятно, уже можно как-то паковаться. А когда, ну, вначале, когда мы стартуем, нам кажется, что, ну, это же понятно, я же мог бы сшить все, что угодно. Была бы заявка. Вот людям не нужно что угодно, да? Нужно что-то видеть, что мы покупаем. Вот. Вот это важно. Наверное, нужно, ну, в каком-то доходчивом виде, да, должен быть продукт показан. У меня вот к тебе вопрос сейчас. А ты считаешь, что есть вообще проблема в том, что ну, как бы настолько обширная, чтобы сделать бизнес на фэмэли луках? Это вообще насколько актуально? Я считаю, что нет. Я считаю, что куда? А на семейном луке каком-то? Уже предложение есть. А ну, сейчас это семейное, как бы, оно... Имеется в виду, что не одинаково одеты мама с дочкой. Нет, в одном стиле. В одном стиле. Да. Ну, это можно дополнительно бросить еще на коллекцию потом или детей, или что-то. Я бы тоже не сделала на эту ставку. Я бы... Я бы шла вообще совсем нестандартно. То есть, ну, как бы, как не у всех. То есть, придумать такую, с чем можно выйти, чтобы это была именно необходимость. То есть, посмотреть самую большую проблему женщины, на которой она сейчас есть. И еще очень классный момент, я замечаю дизайнерам, когда берется изначально какая-то фишка, которая все время везде просматривается. Ну, то есть, такой вот деталь, которая, как бы, является узнаваемостью. Это тоже очень хорошо. Ну, вот я помню, например, та же Диана Дорошкина, да, с своими корсетами. Вот у нее был просто, как бы, корсет, который она обыграла во всевозможных эпостасиях. Но очень классно вообще, когда с человеком или с его брендом ассоциируется какое-то вот конкретное, знаешь, мем это называется. То есть, что-то, как Лена говорит, серенькое, да, вот ко мне приходят клиенты, вот почему-то серенькое-беленькое. То есть, это не есть плохо. И это не значит, что ты делаешь только это. Но это значит, что это то, что ты продвигаешь и то, что делает тебя узнаваемым. Ну да, можно, например, даже сделать лейдинг. Это я просмотрела ваш 21 выпуск. Просто вот я себе представляю, может человек сам подобрать себе, например, цвет платья и так далее. Я его сделаю там за 5 дней, например. Правильно, можно так? Ну и составляются сумки, и кроссовки. Купить там то-то-то. Из аксессуаров, из цветов. Но для этого тебе нужен ассортимент всех этих штук, из которых лук можно составлять. Конечно, ткани, например, ассортимент моделей. И что мы можем сделать за 5 дней? Ну, то есть, надо над этим поработать. Оно как бы вариантов очень много куча. Вот это было вообще идея. У меня даже есть несколько идей, с которыми я с удовольствием поделюсь. То есть, с чем можно это... Чтобы оно быть не одной из. Да, чтобы оно чем-то четко разделялось. А если еще, ну, как бы и бренд на этом построить, вот это будет очень классно и круто. Когда ты уже в начале в игре, ты уже вот, ну, с позицией четкой, что оно должно быть. С family look, с мамой и папой. Ну да, да, детская дополнить это. Будете лучше их. Все. Вообще, я не знаю, что оно, насыщенность уже имеет очень большую. Я всегда задаваю вопрос, на что тратят люди больше всего деньги или готовы в этом сегменте потратить. Мамочки чудесно справляются для детей, забежав в Зару, не знаю, в Монализу, еще куда-то, понимаешь. Не сильно-то, ну, хочется... И так, у мамочек хватает головной боли, чем заниматься. Но женщина всегда, когда она хочет выглядеть классно, к какому-то событию, она готова заморочиться по этому поводу. И уж на себя-то она поближка не жалеет. Поэтому family look, ну, это опять-таки, как доп-опция для твоих клиентов, да, замечательно. Но выезжать на это... Заказать, например, к такому там, к такому взрослому платью можно заказать и детское. Вдруг у нее такое-другое. Ну, это чисто доп-опция. Вот изюминка должна быть в чем-то другом. Вот изюминку над ней нужно поработать. Мгновенная красивая внешность. У вас очень красивое весо. То есть на этом можно очень правильно эксплуатировать. То есть, ну, в дальнейшем. То есть, оно, задатки, все есть замечательно. Платье мы ваше увидим скоро. То есть, ну, они тоже должны быть... То есть, с чем работать? Это вообще, ну, класс, база. Это, то есть, ну... Посмотрите, что вам самой бы было интересно. Как бы вас хотели представлять? Ну, вот на чем именно? А я стараюсь так делать то, что вот как бы мне бы нравилось. Просто то, что я пока сделала, в сезон не попало, к сожалению. Я бы так пришла обязательно. Ну, вот с этим и поговорим. Вот, то есть, и сезон к ним попал, и шве я заболела. Это, то есть, ну, это уже следующее. Давайте подытожим задание и расстанемся до следующего раза. Позиционирование. Это я от Оли получила, правильно? И как я себя вижу сегодня, через полгода? Я хочу продукт видеть. Линейку продуктов. То, что есть. Конкретно, да? Прямо конкретно. Платье, там, блузка, это. Размеры, цены. Сроки, сроки изготовления, например, да? То есть, это очень четко, когда можно получить ответ на этот вопрос. Потому что в следующий раз, например, когда ты все это принесешь, мы можем людям показать. Да. И даже, скажем, вот, закажите, например, кому надо, да? И мы сразу увидим. Понимаешь, одно дело, когда люди пишут, ой, как классно, ой, как мне нравится. Другое дело, когда они заказывают и платят. Это вообще разные вещи. Мы им должны показать, почему они должны это заказать. У них должна появиться мотивация. Не просто закажите, какого черта я это буду заказывать. Понимаешь? Почему? Какая причина? Почему? Какая причина? Это должно реально их в чем-то тронуть. На самом деле. Потому что мы зачастую, как на своих детей, смотрим, ой, он у меня самый талантливый, самый замечательный. Вышел, Мишенька двух слов не может связать. Но это сегодня он перенервничал просто, говорит мамочка. Вот. Поэтому тут в данном случае то, что ты думаешь о своем продукте, и то, что уже мы увидим. Вот. А мы честно тебе скажем. Да? Конечно. Мы тебе честно скажем. Это самое лучшее классе. Сомневайся. Нет. Я не сомневаюсь. Давай так. Через пять дней ты высылаешь нам задание. Высылаешь. В электронном виде пока. Да, в электронном виде ты нам высылаешь, что у тебя есть пять дней. Окей? Вот. Мы подбираем тебе команду и уже назначаем следующую нашу встречу. Все. Тогда до встречи. Да? До дела. До дела. Ну что, как думаешь, кто ей нужен в первую очередь? В первую очередь нужен, кто поможет с личным брендом. С личным брендом. Кто у нас был с личным брендом? У нас было несколько человек, которые занимались... Давайте посмотрим. Так, у нас, по-моему, было в прошлой команде. Девочка, которая именно... Из Белой церкви она была, да? Да, да, да. Она у нас была. Она вот там у нас висит. А ну, Ленчик, иди с ними вот там вот. Вот, Белая церковь Юлия Лидич, да, у нас была, которая говорила о том, что занимается бренд-маркетингом. Вот, она у нас уже будет заявлена в команде еще одной нашей участницы. Но больше у нас никого не было в этом деле? Нет, по бренд-маркетингу никого не было. По бренд-маркетингу и у нас не было и в онлайн-кастингах, по-моему. Хорошо, давайте мы тогда Юлию возьмем в эту же, еще в одну команду. Подожди, но она же уже есть в другой команде. Я против. Я считаю, что нужно другим участникам дать проявиться. Я думаю, что, может быть, еще написать объявление именно, кто вот нужен в первую очередь. Может быть, ну... Пишем объявление. Так, написать объявление. Прямо сейчас. Ну, понимаешь, нам нужно уже на следующий раз ей кого-то найти. Смотри, ей... Ну, сейчас вопрос не в брендинге у нее, мне кажется. Вопрос в продвижении, ну, в продукте и в его продвижении. Ну, я бы даже сказала не над брендом поработать, а какой-то креативной фишкой бизнеса, который может стать, от чего отталкиваться вообще? Потому что пока ее там от одного другого бросает. То есть, может это, может быть... У нас, смотрите, у нас был вот у тебя есть, у нас был, помните, Алексей Сахновский? Да, мы... Он как раз продакт-менеджер, форен-маркет-сейлс-менеджер, продакт-менеджером. Он, ну, почему бы не попробовать у нас? Он, кстати, тоже такой немножечко своеобразный. Помнишь Алексея Сахновского? Не очень. Он первым у нас, по-моему, самым был. Ну, этот, кто антиквариат, на Америку продает? Да, да. Ну, мне кажется, это не совсем то. Не та история. Так, а кто у тебя там? У меня графический дизайнер. Это тоже очень, ну, как бы в первую очередь, чтобы это все запаковать и хотя бы представить какую-то... Графический? Графический дизайнер, визуальный образ бренда. Визуальный образ бренда. Ну, давай попробуем, посмотрим... Алина, подожди. Для того, чтобы сделать визуальный образ бренда, он должен быть хотя бы вербальный, да? Ну, она должна хотя бы рассказать. Нет, ну, понятно. Нету ничего. Ну, пока, вот, знаете, есть Big and Small Princess название, да, и пара платьев, которые я увидел. Ну, они же должны вместе поработать, понимаешь? Все равно будет лучше, если у них будет компания людей. Это будет искусственно. Вот, понимаешь, пока нет продукта какого-то, да, то есть она сама должна выразить это как-то через свой продукт, и после этого можно какой-то визуальный образ бренда... А так они же выдумывают. Я думаю, что ей нужна помощь именно вот в этом продукте. Какие варианты могут быть? То есть от чего? Это, 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 и смотреть, миксовать. То есть это, ну, нужен креативщик. Креативщик по идеям, креативщик, ну, с каким-то нестандартным подходом, который знает немножко хотя бы о рынке красоты. О чем ты говоришь? Смотри, вот она сама хочет это создавать, она сама хочет творить. Ты говоришь, ей нужен человек, который будет за нее творить. Нет, я не об этом говорю. То есть не творить в модельном бизнесе, не делать платье или что-то. Придумать ей идею бизнеса, на чем можно идти дальше. Ей ничего не надо придумать. Ей сейчас надо сделать, смотри, упаковать как-то, да. Вот я вижу, что есть какие-то у нее идеи, отшито несколько моделей, ей нужно продукт как-то показать. Мне кажется, в этом бизнесе так уже не делается. То есть какие-то два платья, оно есть или что-то. Нужно продумать линию, капсульную коллекцию или какой-то, ну, той услуге, у которой у нас еще нет, индивидуальный подход. Это подход к ателье какому-то, вот отшить обязательно что-то. То есть она не хочет быть как просто что-нибудь. То есть мне кажется, здесь, ну, самое главное придумать какую-то, ну, идею бизнеса. Однозначно. И потом она может двигаться дальше. У нее должно быть что-то, с чем она должна идти. И ей нужна для этого помощь. Потому что мы, когда с ней разговариваем, да, мы даем разные идеи совершенно, мы ее, конечно, путаем. То есть мы показываем возможности. Но ей сейчас, ну, вот я вижу, что ей не хватает каких-то людей, с которыми она может быть постоянно на связи, она может говорить на эту тему. И она может получать какое-то мнение. Я просто не понимаю, что ты имеешь в виду под идеей бизнеса. Нет, нет, ну, ты что. Идея бизнеса, я имею в виду, с чем она может выйти на рынок. То есть с двумя платьишками и юбочками это уже не та история. То есть Инстаграм полон этих юбочек и платьишек, и у девочки у кого-то 500 тысяч подписчиков. То есть это не то. Нужно продумать. То есть или ты пойдешь, например, с женщинами, нестандартными фигурами, которые сложно ищут, и они покупают. Или, например, придумать, как фишку, вот как Адидас собирается. То есть у тебя 10 вариантов тканей, например. То есть только бизнес, ты приходишь и творишь это, например, с модельером. То есть модельер твой как там волшебная палочка. И ты будешь, например, составлять какие-то платья, вот, например, вот только вот в таких видах. И за это можно будет просить дополнительную сумму денег. То есть, ну, вот в этом каком. Ну, просто как сейчас, ну, просто два платья, две юбки, типа Зара или Туинсет, ну, я не знаю, я не думаю. Ну, например, по соцсетям ей сейчас пока никто не нужен, особо тоже, потому что у нее там особо ничего нет. Нет, ну подожди. У нее сейчас ничего нет, она к нам пришла, чтобы появилась. Я считаю, что ей нужны сейчас люди, с которыми она может пожить, постоянно поговорить и послушать какой-то фидбэк со стороны однозначно. Я думаю, что ей нужно запустить сейчас инстаграм, хотя бы запустить, вообще попробовать, пощупать. Я не говорю, что она сейчас там будет продавать. Но у нас здесь фотограф, которая может красиво снять ее для ее личного бренда. У нас здесь фотограф, которая может поискать варианты, как подать ее товар, хотя бы тот, который есть. Ну, хотя бы поискать стилистику. Она уже все рождается в процессе. В любом случае. Иногда, когда ты начинаешь просто о чем-то думать, у тебя тут рождается идея со стороны. В-третьих, я думаю, что ей нужен стилист, который поможет ей, как человек с видением, да, все-таки современного лука, поможет ей объяснить, например, что в ее одежде, чего не хватает. Чтобы она мыслила все-таки не то, о чем мы сказали, не критерием юбочки, а критерием лука целого. Ну, который будет подходить под ту аудиторию, которую она захочет. Поэтому я ей предлагаю, давайте, мы же будем сидеть долго. Первое, я ей предлагаю Яну, которая уже у нас принимает участие, но я думаю, что Яна у нас будет хедлайнером. Яна стилист-психолог. Яна стилист-психолог, замечательно. Так, фотограф. Фотограф. Давай бодуарную нашу подругу возьмем. Бодуарную подругу? Я могу ее уже рекомендовать сама из личного опыта. А ты, она тебе провела уже фотосессию? Слушай, она мне провела фотосессию, она мне сделала такой нереальный сюрприз с ребенком, я была в шоке. Это Аня Белокур. Я была в шоке, серьезно. Все, что она выслала, было в такой вау. Это не было ни одной постановочной фотографии. Она ни один раз не попросила слова, стойте, вот так улыбнитесь, возьмитесь за ручки. То есть мы ее почти два часа не видели. Она была где-то рядом, она с нами гуляла, мы вели какую-то беседу, фото просто нереальное. Так что? Конечно, ты что? Я кстати видела, фотки очень классные, некоторые можно у Лены посмотреть в инстаграме. Аня, тогда Яна. У тебя? Все-таки я думаю, что кого-то по контенту ей нужно. У нас Сергей против Юлии, которая занимается бренд-маркетингом, а я не против, я считаю, пусть они встретятся и посмотрят, могут ли они быть друг другу полезными. Я хочу дать шанс все-таки Алексею Сахновскому, он сказал, что он очень любит креативить, он очень креативен. Супер, давай батл, давай мы Юлию вызываем и Алексея Сахновского, и мы посмотрим, Юлиана потом сама себе оставит команду, потому что я тоже хочу, чтобы они были мужчин шить, соревновались внутри. Ну, во-первых, в команде пусть будет мужчина, во-вторых, это мужчина, который хочет идеи какие-то. Да, нет, это замечательно. Какую-то идею нам подкинет. Так, супер. И я еще, знаете, что подумала. Вот у нас есть, помните, такая была классная Настя, которая молодая мама. У нее был маленький ребенок, которому два месяца и второму три года. Она занимается фото, и она говорит о том, что она может создавать контент для социальных сетей. Я думаю, во-первых, будет интересно фото-контент увидеть с разных сторон, раз у нас есть такая возможность, посмотреть, как это видит Настя, посмотреть, как это видит Аня, они вообще разные в корне. И во-вторых, по контенту, я думаю, что тоже будет интересно этот момент обсудить. Вот такую команду для начала мы запустим. Ого, для начала сколько, пять человек получилось? Четыре. Четыре. Нет, пять, пять, пять. Вот, ну, кто-то должен будет подкинуть. Нет, ну, кто-то может отвалиться, кому-то будет неинтересно. Кто-то победит, кто-то с кем-то не сработает. Кто-то себя не почувствует. То есть, ну, я с удовольствием сама к Юляне в команду напрошу себя с какими-то помощью и рекомендациями. Пока хорошая команда будет. Я думаю, что нам нужно все-таки с тобой подумать и отвезти ее в гости к человеку из темы, который сможет дать ей свое видение. Ну, чтобы мы ее запутали еще больше. Да, ну, давай подумаем. То есть, ну, мы можем даже, ну, как бы взять такой вот, как бы, с чего можно начать, как вот, на чем, ну, и зарабатывать. И кому-то очень крутому, интересному. Я хочу всем сказать участникам, вообще, всем людям, которые занимаются бизнесом, помните о том, что несмотря на то, какое мнение вам высказывают другие люди, да, ну, постоянно, регулярно кто-то будет говорить о вашем бизнесе и советовать вам что-то. Помните, что здесь точно так же, как и с детьми, как и со своим здоровьем и со своей жизнью. Решение принимаете вы, только вы сами должны интуитивно чувствовать все-таки, чего вам необходимо придерживаться. Правда? Потому что это наше видение, наши взгляды, наш опыт. И даже вот у нас у троих, оно везде где-то там разное. И это нормально. Вот. Но помните о том, что принимаете ответственность за то, что делаете в своем бизнесе вы сами. Ну, как бы, не стремитесь ее на кого-то перекладывать. Стремитесь получать много мнений, но все-таки брать ответственность и выбирать, в общем-то, путь победителя самостоятельно. Ну, это важно. Потому что это как в одежде. Когда ты выходишь, заходишь в магазин, и тебе начинают говорить, это тебе не идет, это тебе идет. Ты стоишь, и в конце концов, нужно сказать свое веское слово. У меня звучит так, Ермила будет так, как я хочу. Купишь тот свитер себе, который я сказала. Или я куплю тебе тот свитер? Хочешь я куплю тебе свитер? Так, мы поняли. Зайчики. Все, пошли. Противать. Ну что, ребят, честно говоря, в конце выпуска я даже не знаю, что сказать. Потому что по правде я пока еще не знаю, что будет происходить с Юлианой. И не знаю, потому что, как мне кажется, она сама не знает и не может определиться, кем она хочет быть. Такой хаос в голове. И не до конца ясна наша задача. Мы, конечно же, будем в следующий раз общаться снова с экспертами. Будем общаться с Юлианой. Посмотрим, что она сама пропишет. Как она справится с заданием. Но что-то мне подсказывает, что ситуация может развернуться самым неожиданным для нас образом. Потому что некоторые фразы сегодня немного повергли меня в замешательство. Но время покажет. Кстати, это как раз, во, это как раз мышки. Пингбаровские, пингмаусы, которые, они отправляются, да? Они отправляются. Они сейчас отправляются к своим хозяйкам. Кстати, столько критики началось. У вас какие-то некачественные мышки. Ты читала? Нет, у нас качественные мышки не читала. Что это? Это мне принесли. Это мне принесли коробочку. Короче, мышки у нас качественные. Мы не претендуем на супердорогих мышей. Вот, это просто наши такие талисманы. И я рада, что после выпуска почти все наши мыши разъехались. Так, это мне принесли? Да. Это мне принесли. Не знаю, что это. Пока что. Наверное, интересно это распечатать. А это надо распечатать? Это надо распечатать потом. Поэтому мы это не распечатаем. Если вы хотите, чтобы я это распечатала при вас, конечно, напишите. Пока я хочу сказать вам о следующем. Во-первых, попросить вас написать, естественно, свое мнение. Потому что вы, ребята, у меня мега крутые. Мне все блогеры, все предприниматели, с которыми я встречаюсь, завидуют и задают вопрос. Как ты их заставляешь писать такие комментарии огромные? Я очень рада. Отдельный привет проснувшимся людям, которые пишут. Я из тихих. Я никогда раньше не писал. Я очень вам признательна за то, что вы откликаетесь. Это круто. Для нас это очень важно. Вся наша команда сейчас работает буквально на износ. Вы себе не представляете, сколько вообще усилий стоит все это снимать. Над этим думать, работать. Потому что это же не только съемки. Это еще и момент того, каким образом мы все время работаем над тем, чтобы это переосмыслить. Мы все время работаем над тем, чтобы структурировать информацию для вас. Мы очень много всего делаем. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы пишете. И в этот раз я попрошу вас написать, вам вообще как кажется, Юлиане нужно этим заниматься или нет? Вообще на этом деньги она может заработать или нет? Какую, блин, ей точно нишу? Для кого и шить эту одежду? Востребована ли эта ниша? Потому что я все-таки считаю, что такое количество магазинов сегодня, что быть дизайнером в нашей стране, я не знаю. У меня очень много сомнений. Поэтому, ребят, пожалуйста, поделитесь и напишите свое мнение. Я напоминаю, у меня тут как у этого Якубовича точно все под рукой. Я напоминаю вам о том, что книжка есть у меня, второй тираж, пришел, пришел и уже активно уходит эта книжка. И я ее все-таки разыгрываю для того, чтобы замотивировать вас. Может быть, знаете, вы думаете, покупать мне ее или не покупать, покупать или не покупать. Вот можно ее выиграть. Прочитать ее и, конечно, зад загорится. Спасибо всем, кто пишет комментарии по хэштегу, который здесь указан в книге. Я всегда читаю, мне очень это тоже приятно. Ну, что вам еще сказать? Естественно, не забудьте подписаться на канал, потому что этот сезон, обещаю, будет вас удивлять. Все не так прогнозируемо, как вам кажется. И мы очень много нового будем сейчас вводить, уже вводим. И наши выпуски будут значительно отличаться. У нас будет очень много классных экспертов, людей. Мы подключаем большое количество людей для того, чтобы сделать это шоу по-настоящему ценным, жизненным. Ну, в общем-то, еще сильнее все улучшить. Так что поставьте нам же эти лайки, напишите комментарии, подпишитесь. Делайте все, что хочет YouTube для того, чтобы нас смотрело как можно большее количество людей, и для того, чтобы люди меняли мозги, для того, чтобы люди переставали слышать вот это псевдо «хочешь, я расскажу тебе, как заработать 100 тысяч долларов?» У меня в портфеле миллион долларов. Уже вот этого глистания, уже мне надоело это все смотреть. Ну, сколько можно разводить наших людей? Сколько можно вам на это вестись? Ребята, давайте по-настоящему. Давайте не бояться, что сложно, давайте не бояться, что, блин, накрывает, не все получается. Наслаждайтесь, наслаждайтесь этим путем. В конце концов, я всегда вам напоминаю о том, что наша жизнь – это кусочек игры, это вы пришли поиграть. Так сыграйте с удовольствием, не думайте о том, что, о боже, скорее бы закончить эту игру. Умереть всегда успеете. Все, друзья, заканчиваю на этом свой спич. Коробку напишите, если хотите, чтобы распаковала при вас, я обязательно это сделаю. Спасибо всем за подарочки, которые вы шлете. Тоже буду обязательно все распечатывать, открывать в выпусках. Все, ша пошла работать, потому что уже Ермилов трясет мне кулаком и говорит, иди работай, детка! Я пошел!